Приветствую вас на моем канале разбора в анонсах телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, за какого холостяка вы болели, кто вам нравился больше всего и кто, по вашему мнению, больше подходит к Ксении Мишиной. А в следующей серии будет встреча Ксении с родителями участников. Кстати, я это видео делаю уже не первый раз, а переписываю звук, потому что мне написали в комментариях, что в предыдущем видео уже был плохой звук. Как вам этот? Скажите правду. А в этой серии Ксения встретится с родителями участников, своих избранников. Но Саша Элерт не покажет ей своих родителей, а покажет свою дочку. У них будут там детские потасовки, потому что Ксения приведет сына. Но в анонсе показали, будто там будет сумасшедшая драка. Хотя на самом деле все пройдет очень даже хорошо. Но Ксения обидится, что Саша не захотел показывать ее своим родителям. С родителями Леши все пройдет идеально. Разве что Ксению немножко насторожит, что Леша акцентирован на бизнесе, на жизни. Но в принципе для мужчины это довольно нормально. Но с родителями Андрея Рыбака будет не так идеально. К Ксении они будут относиться хорошо. Но к самому Андрею не очень. И Ксения очень сильно удивится, как это родители не на стороне своего сына. Даже немного подсмеются с него, что он ни разу девушку не приводил. Вот почему Андрей такой закомплексованный. И почему он все время акцентирует внимание на том, что за ним много девушек бегает. Он мог бы Ксении не говорить об этой девушке, которая ждала его с проекта. Если бы Ксения ему действительно боялся ее потерять и не рассказывал бы о своих бывших. Я думаю, он просто набивает себе цену. А вы как думаете? И самое ужасное, что в этой серии она выкинет Лешу. Вы представляете? Она выкинет Лешу. И в финале будет Рыбак и Элерт. В анонсе показали, будто она Элерту отдает, будто забирает у нее розу. Хотя на самом деле это просто реверсный монтаж. И никуда Элерт не денется. Ребята, кто по вашему мнению больше подходит к Ксении Мишиной, напишите. А еще у меня к вам просьба. Я хочу стать режиссером, но у меня не хватает финансов на курсы. Помогите мне, пожалуйста, кто сколько может. Даже если вы по 10 гривен сбросите, это поможет мне реализовать мою мечту. Номер карточки внизу. Спасибо вам. Жду от вас пальчики вверх. И до новых встреч.